Доброе утро! В студии Кирилл Гусев и сразу перейдем к выпуску. Ключи от новых автомобилей главным врачам Барнаульских больниц вручил Александр Романенко, секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия». Автомобили будут переданы больницам номер 4 и номер 5. Это позволит не привлекать машины скорой помощи к перевозке не экстренных больных и транспортировке анализов. Для приобретения автомобилей партия сократила свои управленческие расходы. Сегодня медицинские работники и даже медицинские работники этих учреждений, мы не видим отказа в оказании медицинской помощи. Ни одного отказа не зафиксировано. Работники в пятой больнице, это уже 63 работника, сегодня оказывают непосредственно медицинскую помощь. Да, они находятся в изолированных условиях, но при этом мы понимаем, что их дети, их мужья, их близкие родственники сегодня находятся дома и им тоже необходимо помогать. Двух недельный больничный на время самоизоляции получат работающие пенсионеры старше 65 лет. Его оплатит фонд социального страхования. Нужно ли для этого обращаться в поликлинику и как получить выплату, расскажем прямо сейчас. Все неделю Александр Дмитриевич не гуляет дальше балкона. За 8 лет работы в организации мужчина первый раз ушел на больничный дистанционно. Один звонок из отдела кадров, никакой бумажной волокиты и электронный больничный на время самоизоляции готов за считанные минуты. Дочь и сын приходят, если что-то приносят, что необходимо, все так же в масках, все приходят, приносят молоко, хлебушку, а это остальное все в холодильнике есть у нас. Выплату Александр Дмитриевич уже получил на карту. Больничный с 6 по 19 апреля работникам старше 65 лет оплачивает фонд социального страхования. Достаточно сообщить работодателю о своем желании, чтобы он отправил сведения в соцстрах. В поликлинику обращаться не нужно. Действие данного постановления по оформлению листков нетрудоспособности не распространяется на граждан, находящихся в отпуске с сохранением заработка, то есть в очередном оплачиваемом отпуске, либо осуществляющие свою работу на дистанционной основе, так как за этот период они уже получают компенсацию в виде заработка. По этой схеме в Алтайском крае оформили больше трех тысяч листков нетрудоспособности. Выплаты уже начались. Задать вопросы можно по телефону горячей линии фонда социального страхования. Анастасия Борисова, Алексей Шаульский, новости. Предписание о соблюдении режима самоизоляции в Алтайском крае получили больше тысячи человек. Это туристы, недавно вернувшиеся из-за границы, а также те, кто контактировал с заболевшими. О том, как полиция в Барнауле контролирует, чтобы такие граждане не покидали квартир, смотрите в нашем следующем сюжете. Участковые Ленинского района Алексей Котлов и Николай Касаткин проводят по квартирный обход. Наведываются к каждому, кому сегодня предписан режим самоизоляции. На участке таких адресов 20. Проверить нужно каждый, причем ежедневно. Карантин соблюдаете? Дома находитесь постоянно? Ну да. А скажите, пожалуйста, у вас самоизоляция когда заканчивается? 10-го числа. 10-го числа вы, получается, сегодня последний день на карантине находитесь, да? Да, да, да. Общение только через закрытую дверь. На двухнедельной самоизоляции люди, недавно прибывшие из-за границы, а также те, кто контактировал с заболевшими. Маски выдаются, перчатки выдаются. С одного адреса, когда выходим, стучимся, либо беремся за ручку на звонок, данные средства защиты меняются, одеваются другие. В случае, если человека нет дома, полицейские пишут протокол, который передают в суд. За нарушение режима может последовать штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Впрочем, пока на участке нарушителей не было. Однако, если человек решил, что может нарушить предписание и выйти из своей квартиры после проверки полицейских, таких граждан на улице будут ждать сотрудники ППС. Количество автомобильных и пеших полицейских патрулей увеличили в Алтайском крае в полтора раза. Проверить любого прохожего, посещал ли он недавно иностранные государства, можно за несколько минут, говорит инспектор отдельного батальона ППС Константин Танков. Причем, то есть, водительское удостоверение, разбиваем по базе. Также здесь мы узнаем, у гражданина находится ли он в розыске, в любом-либо. И также мы через программу будем смотреть, пересекал ли он границу. Если проверка показывает, что предписание на соблюдение самоизоляции человек не получал, а значит, выходить на улицу может, полицейские проводят с ним профилактическую беседу. О том, как важно сейчас соблюдать меры предосторожности и отпускают. Иван Горбатов, Анатолий Фукс, Михаил Лифуншан. Новости. На этом у меня все. До встречи в следующем выпуске.